Открытие стадиона для бендерчан событие особенное. Возвращение спортивного символа города ждали все. Красноречивый слов трибуны. Пятитысячник заполнился, а желающие увидеть исторический момент остались стоять в очереди. В итоге пустили всех. Еще несколько сотен зрителей заняли места прямо у кромки поля. Мы помним, какой был стадион еще в советское время. И здесь были очень много мероприятий, очень много было спортивных. А сейчас, благодаря президенту, у нас дети с улицы придут на стадион. Это большое событие для города Бендера. Еще одно событие, которое ждали бендерчане – возвращение на главную арену местной футбольной команды. Гвоздь программы «Матч между Тегиной» и «Унгенами». Только Тегина, только победа! Первый раз в Бендерах за 20 лет. Стадион сделали, очень приятно. Чтобы новый президент нам этому городу помог. А за кого болеть сегодня будете? Конечно, за свою команду бендерскую. Тегина. Тегина победит. Не зря старались в течение пяти лет создать такой праздник. Победа будет за Тегина. Я думаю, покажет очень хороший футбол. Будет стараться выиграть. Городской стадион возвращает статус спортивного сердца Бендер. Не только футболисты будут проводить здесь матчи. Теперь стадион станет мультиспортивным объектом. 30 лет бендерские легкоатлеты не имели достойных условий для тренировок. И вот теперь у них появилась собственная инфраструктура. Мы ожидаем, что с пуском данного спортивного сооружения к нам пойдут молодые люди заниматься королевой спорта. Не зря легкую атлетику называют королевой спорта. Воспитанники школы легкой атлетики уже проэкзаменовали новое покрытие. Оно, кстати, сделано по самым современным технологиям из немецких материалов. Останавливаться на этом бендеры не намерены. Спортивное оздоровление города только начинается. Я утвержден, что любое государство должно думать, помимо простой экономики, думать о своей культуре, о своей истории и, конечно же, о здоровье людей. На сегодняшний день отремонтирован Матерский стадион. В следующем году будет построено по всей республике 173 пассивных площадки по городам и районам. Торжественная часть завершилась. Это было по-настоящему грандиозно, но и по-настоящему сложно, особенно для газона. Здесь было сегодня около 3000 человек. И вот, наконец, газон смогут опробовать и футболисты. Да, Вадим, команды уже вышли на поле, они уже разминаются. И сегодня здесь состоится исторический матч. Бендерская Тегина в рамках чемпионата Молдавии принимает своего главного соперника Изунген. Пожелаем нашей команде победы. Трибуны ревут в право первого удара в начале игры предоставили главе государства Вадиму Красносельскому. И вот уже Тегина, ведомая многотысячной поддержкой трибун, идет к победной цели. Два первых гола бендерчане забивают еще в начале матча. Исторически открыл счет Артем Литвяков. Классическая двухходовка и двое преимущество Андрей Ткачук. Это эмоции, это гол, я даже не представляю. Я пошел до конца и гол забит. Соперник в этот день сопротивлялся как мог. В конце первого тайма отыграл один мяч, но после гола Андрея Балигоря нашу команду сложно было остановить. А 12-й сектор не замолкал ни на минуту. Фан-клуб сегодня, да, впервые у нас на Шелково приходили ребята, но не в таком количестве и не с такими речевками. Сегодня просто поразили. Все, все сошлось сегодня на этом дне. Эмоционального настроя хватило, чтобы одержать победу по-крупному. Только во втором тайме Тегина забила еще пять голов. 7-2. Этот счет обескуражил даже основного соперника. Я не думаю, что это та разница между этими двумя командами. Просто мы, наверное, нам очень понравился ваш стадион. И, наверное, забыли играть в футбол. Главное не забыть об этом нашей команде. Тегина сейчас в лидерах дивизии «Б». И теперь у бендерского клуба есть все для достижения результата. Целый стадион, армия фанатов и желание дорасти до национальной дивизии.